В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Я Наталья Кратович. Здравствуйте. И сейчас коротко о главных событиях прошедших дней. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом провел очередное заседание. Какие меры предпринимают ведомства? Дезинфекция всему голова. В округе спецрастворами обрабатывают подъезды, такси, маршрутки. Бесплатное питание на дом. Школьников, получающих льготы, снабжают продуктовыми наборами. Несостоявшийся отдых за границей. Как вернуть деньги за сгоревшие путевки? Сейчас об этом подробнее. Работу службы ведомств Люберецкого округа в режиме повышенной готовности обсудили в администрации. Заседание оперативного штаба провел глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Мы с сегодняшнего дня, по сути, закрыли все парки, детские, спортивные площадки. Передвижение только в магазин в целях необходимости, в аптеку в целях необходимости. Из дома только в крайнем случае. Теперь это распоряжение касается всех жителей столичного региона. Режим повышенной готовности ввели в целях профилактики и нераспространения инфекции. Работникам медицины, ЖКХ, сферы энергии и водоснабжения, напротив, придется трудиться больше, чем обычно. Жители должны знать, что они не брошены, что самоизоляция не означает, что каждый выживает как может. Самоизоляция означает то, что каждый отвечает за себя, но есть еще власть, структуры власти, которые должны и обязаны обеспечить проживание, возможно, комфортное проживание жителей на территории. Охрана общественного порядка в округе лежит на плечах люберецких правоохранителей. На минувшей неделе за помощью полицейских жители обращались 1950 раз. 35 заявлений послужили поводом для возбуждения уголовных дел. 32 из них стражи порядка раскрыли по горячим следам. Мы перешли на усиленный вариант несения службы. Оказываем помощь администрациям всех городов люберецкого округа Латкарина, Держинка, Котельники, также люберецкий округ. То есть все участковые полномочия, сотрудники ППС, также патрулируют парки, детские площадки, оказывают помощь всем управляющим компаниям. У огнеборцев столичного региона наступает горячая пора. О работе в пожароопасный период доложил начальник гарнизона пожарной охраны Павел Иванов. За прошедшую неделю подразделения люберецкого пожарно-спасательного гарнизона выезжали по сигналу тревоги 149 раз. Количество пожаров, соответственно, увеличилось за эту неделю. Всего произошло 11 техногенных пожаров. Два из которых подошли на территорию городского округа Люберцы. Один пожар произошел в Малахке, в Льва Толстого, дом 70, на территории частного сектора, в частном сарае. Один на территории городского округа, города Люберцы. Третье – почтовое отделение, дом 50, строительные бытовки. На прошлой неделе пожарные стали чаще выезжать на палы сухой травы. За 7 дней на территории обслуживания люберецкого гарнизона более 50 случаев. Из них в люберецком округе 26. Пока оперативные службы трудятся в усиленном режиме, работы, не требующие срочного завершения, решили приостановить. Такие, как ремонт подъездов. Люди, которые этим занимаются на самоизоляции, мы не создаем, будем говорить, потому что, если когда мы занимаемся подъездом, это какая-то появляется, в том числе, антисанитария, что это же пыль, мы же там начинаем что-то скоблить, что-то тереть и так далее. Поэтому давайте мы эту тему на время приостановим. Ремонт на паузу, дезинфекцию на максимум. Более тысячи человек ежедневно обрабатывают хлора и спиртосодержащими растворами подъезды округа. Средства наносят в местах общественного пользования – на перила, почтовые ящики, в лифтах и домофонах. Управляющие компании дезинфицируют и детские площадки. Управляющие компании предоставляют ежедневный отчет по выполнению обработки в управлении ЖКХ. Средний процент обработки МКД составляет 76%. Видна положительная динамика за неделю. Прилагаем все возможные усилия для охвата 100% МКД. Дезинфекция в округе идет во всех местах общественного пользования. Службы также ежедневно обрабатывают автобусные остановки и общественный транспорт. Луиза Игязыряна, Анна Троян, Валерий Абсалямов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Руководители силовых ведомств и управлений рассказали о мерах, предпринимаемых в округе для борьбы с инфекцией. Все подробности далее. Задача максимально оградить себя, близких, жителей от того, чтобы попасть в эту нехорошую ситуацию. Для того, чтобы сберечь здоровье, достаточно остаться дома. Теперь с таким призывом к жителям обращаются не только представители власти. Контролировать поручения губернатора будут и силовые структуры. Размещены списки граждан, которые прибудут на территорию Российской Федерации из иностранных государств в период с 1 по 22 марта 2020 года. Покидать дома можно только при крайней необходимости. Для того, чтобы выход из квартиры был безопасным, в округе ежедневно дезинфицируют подъезды. Средства обработки рекомендованы Роспотребнадзором. У нас было поручение до 9 утра 18 числа на всех инновационных стендах разместить информацию о правилах поведения жителей в сложившейся ситуации. Также на всех инновационных стендах в каждом подъезде МКД были размещены графики проведения данной дезинфекции. С 28 марта по 5 апреля приостановлена работа всех объектов общественного питания. Из предприятий торговли работают только те, кто реализует продовольственные товары. До 10 апреля в парках городского округа отменены все массовые мероприятия. На данный период усилена работа охраны в парках путем привлечения сотрудников ДНД для предупреждения и недопущения массового скопления людей. Такие меры предприняты для того, чтобы жители не покидали свои дома без уважительной причины. Тем временем службы жизнеобеспечения работают в режиме повышенной готовности. Глава округа подчеркнул важность своевременной уборки территорий и регулярного вывоза мусора. Луиза Егязырян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В округе дезинфекция на первом месте. Коммунальщики обрабатывают подъезды, детские и спортивные площадки. Сотрудники управляющих компаний работают в усиленном режиме. Сейчас их задача – не допустить распространение короны. Ручки дверей, домофоны, почтовые ящики, перила, вентиляция, кнопки в лифтах, детские и спортивные площадки. Все, с чем контактируют люди, подвергается обязательной дезинфекции. Когда я выхожу на работу, я вижу, что там делают дезинфекцию, обрабатывают, моют подъезды. Перечень дезинфицирующих средств утвержден Роспотребнадзором. В основном это спиртосодержащие жидкости и хлорка. Сейчас это главные средства по борьбе с распространением инфекции. Каждое утро я стала замечать, что люди в спецодежде, наверное, видимо, проводят дезинфекцию подъездов. Я с собакой гуляю каждый день, вот, и это наблюдаю. Управляющие компании округа имеют все необходимые дезинфицирующие средства для обработки мест общего пользования. На жилом фонде ОЛГЖТ ежедневно проводятся работы по дезинфекции подъездов в период вспышки коронавирусной инфекции. Значит, всего у нас 2889 подъездов, обработка которых производится ежедневно. Дезинфекция сейчас проходит повсюду. Но все-таки лучше прислушаться к рекомендациям врачей и оставаться дома. Андрей Лобанов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Частота подъездов теперь под контролем. Сотрудники госжилинспекции Московской области провели рейд в городском округе Люберцы. Они проверили качество дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. На месте работала наша съемочная группа. Первое, на что обращают внимание ревизоры – график проведения уборки подъездов. Затем проверяют, соответствует ли написанное тому, что есть на самом деле. В качестве независимых экспертов опрашиваются жители. В поле зрения сотрудников ГЖИ – входные двери, кнопки домофона, почтовые ящики, перила. Все, до чего дотрагивается человек при входе и выходе из дома. Рейды прошли в нескольких МКД на Попова, коммунистическое, а также авиаторов. Мы объезжаем достаточно много городов, много муниципалитетов. Люберцы далеко не начало и далеко не окончание наших, скажем так, контрольных мероприятий. Такие рейды будут проходить на территории Подмосковья каждый день до особого распоряжения губернатора. В то время, когда жители всей страны призвали оставаться дома, те, кто находятся на передовой в борьбе с недугом. Кратчайшие сроки. Несколько отделений Люберецкой областной больницы должны преобразиться в специализированные госпитали для приема пациентов с COVID-19. На сегодняшний день, слава богу, у нас на территории городского округа, чтобы кто-то лежал в стационаре больных коронавирусом, нет. Это счастье большое. Но мы должны быть готовы. Подготовка к другому сценарию привела к решению создать 70 коек стандарта COVID-19 на базе имеющихся в округе 111 инфекционных коек. На данный момент в Люберцах уже создано 50 специализированных мест. Работа по остальным 20 пока продолжается. Это одноэтажный отдельно стоящий корпус. Перепрофилировать его в койки, которые будут работать в режиме инфекционном, опять же подчеркиваю, если это будет необходимость в этом, мы должны к четвергу, то есть у нас два дня на перепрофилирование. Пациенты, как видите, сейчас уже у нас переведены в другие структурные подразделения. Вместо 30 коек для лечения эндокринных заболеваний здесь оборудуют 20 для борьбы с коронавирусом. 14 коек будут обеспечены кислородом. При необходимости в арсенал отделения поступит 7 аппаратов искусственной вентиляции легких и бригада медиков, которые окажут необходимую помощь. Я благодарен сегодня врачам, специалистам. Сегодня есть полное понимание. Наши специалисты сегодня проходят дистанционное обучение, медики, каким образом лечить больных коронавирусом. Власти округа возлагают надежду, что преобразованные отделения не придется использовать по назначению. Для этого надо придерживаться простого правила – оставаться дома и не подвергать себя опасности. В режим онлайн перешли и представители власти округа. В Люберцах состоялось заседание Совета депутатов, которое провели им по конференц-связи. Идея замечательная. Идея отличная, Саш. Все на связи. Доступны все на одном экране. Заседание Совета депутатов сидя на диване. Еще месяц назад о таком формате народные избранники не могли и подумать. Поводом для виртуального совещания стало обсуждение вопроса о проведении дальнейших встреч в дистанционной форме во время самоизоляции. В правительстве Московской области губернатором было выпущено постановление о том, что Советы депутатов могут проводить решения, принимать, чтобы не останавливалась работа администрации, работа органов. Мы подключались через приложение. Все друг друга видели на экране. Если даже депутат не может прийти к своему стационарному месту, к компьютеру, да, и если там где-то он в передвижении, хотя сейчас передвижение мы знаем ограничено, он даже может выйти с мобильного телефона. Оставаясь по ту сторону экрана, в работе Совета поучаствовали 18 депутатов. Они единогласно проголосовали за принятие решения работать в дистанционной форме. Отметим, люберецкие народные избранники первыми в Московской области провели заседание в режиме онлайн. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Школьникам, имеющим право на бесплатное питание, начали выдавать продуктовые наборы. По распоряжению властей Подмосковья такая мера социальной поддержки действует в период вынужденных каникул. Наша съемочная группа побывала в лицее номер 42. Как происходит выдача продуктов? В следующем сюжете. Все то, чем кормят в школьной столовой. Только обедать придется не в компании одноклассников, а дома в кругу семьи. В 42-м лице приготовили 263 продуктовых набора. Именно столько детей-льготников получают здесь знания. Наборы практически не отличаются, потому что ценовая категория, она разная для детей, которые получают бесплатно завтрак и обед, или которые получают только бесплатно обед. Но ненамного меньше у той льготной категории, которая получает только обед. Все пакеты были сформированы в зависимости от той численности, которая у нас была заявлена. Право получить продуктовый набор имеют только родители и школьников. Семьям, где их несколько, выдают один пакет на одного ребенка. Это очень хорошая мера поддержки. С того, что выходить нельзя, тот получил и дома. Спасибо большое. Воспользоваться разовой адресной помощью могут многодетные семьи. Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также родители школьников, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Луиза Егия, Зарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Люберецкие волонтеры спешат на помощь. Сейчас поддержка добровольцев как никогда нужна старшему поколению и маломобильным гражданам. Почему молодые люди идут на осознанный риск, чтобы доставить продуктовые наборы? В сюжете Анна Троян. Лук взяли, бананы взяли, хлеб взяли, яйца взяли. Лишние руки в добром деле не помешают. Снушительным набором продуктов волонтеры идут разносить заказы, которые поступили от нуждающихся жителей на горячую линию. Принесли вам от партии «Единая Россия», от «Молодой гвардии». Да, сразу вам решили все уже подарить. От нас, да, если можно. К нам за тип? Нет, подарить можно вообще сразу. Можем уже. Да, это вот вам. Сейчас пенсионерам никуда без такой поддержки. Наталье Козолиной кроме продуктов нужны еще и лекарства, которые не купишь без рецепта. И такой заказ под силу выполнить волонтерам. Я очень благодарна, да, своих благодарна. Потому что я такого внимания не ожидала. Я узнала, ну мне же лекарства, мне сказали не входить. И по телевизору все время говорят не входить. Готовых прийти на помощь добровольцев в округе 143. Они разносят гуманитарную помощь и приносят продукты в дома пенсионеров. Сейчас, когда уроков в школе нет, Олеся Морозова, несмотря на возможный риск, посвящает все свободное время волонтерству. Понимая, какое большое количество человек у нас находится в зоне риска, я не могу просто сидеть сложа руки и смотреть телевизор. Я должна помочь всем нуждающимся любой помощью. То съездить к ним с продуктами, либо посидеть, обзвонить их, узнать, кому помощь требуется. Списки поступают из социальной защиты, из горячих линий, звонят в администрацию. Лекарства, продукты, предметы первой необходимости. Более 450 заявок сейчас лежит на плечах волонтеров, вооружившись масками, перчатками и антисептиками. Добровольцы с раннего утра до позднего вечера развозят заказы. Что мы делаем? Жители звонят, просят купить какие-то продукты. Мы приходим, берем этот заказ, идем покупаем продукты. Жители сами оплачивают деньги и наши молодогвардейцы приносят им за их покупки. Депутаты совета депутатов непосредственно закрепляют за собой тех жителей, нуждающихся, и постоянно мониторят о той или иной проблеме, которая у них есть. Помощь идет от губернатора Московской области, от главы Владимира Петровича, от депутатов совета депутатов городского округа. Ну и волонтеры оказывают просто посильную помощь. То есть кто может из органов власти, все максимально помогают. Если вы хотите стать волонтером в Люберцах или вам нужна помощь, звоните по телефонам, которые вы видите на экране. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. С ЛРТ дома скучно не будет. Наш телеканал запускает новый проект для тех, кто хочет провести свое свободное время с пользой. Все подробности у моей коллеги Малуизы и Гязарян. Программа «Активное долголетие» успела стать неотъемлемой частью жизни людей старшего поколения. Спортивные, творческие, развлекательные мероприятия объединяют все больше и больше активных и энергичных бабушек и дедушек. Губернаторская программа стартовала в Подмосковье в октябре прошлого года. За это время участниками проекта стали более 40 тысяч пенсионеров. Теперь заниматься любимым делом можно, не выходя из дома. Телеканал ЛРТ запускает новый проект. Вас ждут творческие мастер-классы, познавательные лекции, спортивные уроки и интересные собеседники. Руки ставим в замок и начинаем вращение кистей в одну сторону и, соответственно, в другую. Премьера телепроекта «Активное долголетие для тех, кто дома» состоится в понедельник 6 апреля. Программа будет выходить в эфир телеканала ЛРТ по будням в 14.00 и 18.30, а также на выходных в 9.45 и 19.15. Луиза Игия Зарян, телеканал ЛРТ. Границы закрыты, визы не выдают, туристический поток на нуле. Коронавирус поменял планы около 300 тысяч россиян, которые купили путевки в европейские и средиземноморские страны на конец марта, апрель, май. Как быть в этой ситуации и можно ли вернуть потраченные деньги, выяснила наш корреспондент. Я бы хотела подчеркнуть, что та ситуация, которая сейчас сложилась на рынке, она абсолютно уникальная и беспрецедентная. Такого кризиса действительно не было за всю историю туризма. Туроператоры не успевают обрабатывать массовые возвраты. Наиболее лояльный вариант – переждать пандемию или поменять направление. Правда, если выбрать второе, то кроме российских курортов сейчас турагентства ничего предложить не могут. Это Сочи, это Крым, побережье Анапа, Байкал – очень хорошие цены, Алтай. Те, кто не смог вылететь до 20 апреля, мы всех перебронируем на лето, на осень. 10 апреля у люберчанки Ксении Букас и ее супруга семейный праздник – 10 лет совместной жизни. Этот день они планируют провести незабываемо. Море, лето и яркие пейзажи Турции заманили Ксению, и она купила тур на двоих. Хотелось бы, например, устроить фотосессию на побережье, снова в белом платье, но не в таком свадебном, в каком-то более пляжном. Подзарядиться и дать новую волну нашей семье. Романтические планы разрушила всемирная эпидемия. С 23 марта Россия прекратила авиасообщение за границей. Узнав эту новость, Ксения посетила офис турагентства. Какие у нас есть сейчас варианты вообще, чтобы не потерять путевку и возможность путешествовать? Мы можем перебронировать на российское направление, на ваши даты. Также мы можем перебронировать на зарубежные направления после 21 апреля. Либо мы можем оставить среди денежные средства на депозите туроператора до конца 21 года. Девушка выбрала третий вариант. Он оказался самым выгодным. Денежные средства заморозили по курсу валют в день покупки тура. Путешествие не отменилось, а просто перенеслось. Мы меняем направление и меняем даты. Сейчас уточняем по поводу замены одного из путешественников. Скорее всего, это уже будут объединенные Арабские Эмираты и осень. Но не все готовы пойти на уступки. Большинство туристов требует возврата. На полную сумму могут рассчитывать только те, чьи путевки были забронированы до 20 апреля. Ожидание денег продлится от 30 до 60 дней. Мы рекомендуем туристам не суетиться, не паниковать. Туристический бизнес, подавляющее большинство крупных игроков, не намерены закрываться и уходить. Они намерены помочь своим туристам и продолжить дальше работу. Но спорные моменты не исключены. Если по какой-то причине туроператор отказывается делать возврат, пора идти в суд. Необходимо обращаться письменно с заявлением с требованием возврата денежных средств в полном объеме. Если туристическая компания не отвечает, то по истечению, как правило, месяца можно уже обращаться в суд за защитой своих прав. Поездка не состоялась по причине каких-то стекильных бедствий, обстоятельств, связанных с угрозой жизни и здоровью человека. Вины путешественника, клиента нет. Вопрос, который волнует туристов, когда все это закончится. У экспертов два прогноза. По оптимистическому сценарию первые продажи на зарубежные направления начнутся в июле. А по пессимистическому этот летний сезон россиянам придется провести на родине. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, Алексей Андреев. Телеканал ЛРТ. Гречки много не бывает. Так подумали россияне и устроили настоящий ажиотаж в магазинах. Запасы сделаны, а вот идеи оригинальных блюд не найдены. Наш корреспондент Анна Троян представляет свою подборку рецептов из самой востребованной крупы. Гречневая лихорадка захватила россиян гораздо сильнее, чем нашумевшая инфекция. Сити пестрят обеспокоенными жителями, скупающими десятки пачек каши. Остался лишь вопрос, что делать с царицей крупы. Всем привет, меня зовут Юлия. Одно из моих любимых блюд – это гречка. И сегодня я вам покажу два несложных рецепта ее приготовления. Наши подписчики не дремлют, творят кулинарные шедевры из крупы. Люберчанка Юлия предлагает самые простые рецепты для каждого. Варим две порции гречки в подсоленной воде. Ждем 15 минут и вспоминаем студенческие годы. Первый вариант – как гарнирный обед с сосисками. А этот рецепт наверняка многие уже забыли. А зря. Второй вариант – на завтрак с молоком. Это самое вкусное сочетание для начала хорошего дня. Приятного аппетита! А как насчет оригинальных блюд? Весна. Хочется чего-то нового и свежего. Как раз такой фреш-рецепт знает наша зрительница Сандра Крутая. Пошла вторая неделя карантина и эксперименты с гречкой продолжаются. Такой вариант понравится всем любителям полезной и правильной пищи. Кроме всеми любимой крупы потребуются только замороженные овощи и масло на ваш вкус. Брокколи и зеленую фасоль тушим в сковороде. Пока готовятся овощи, гречка уже готова. Я добавлю вот такой вот сухой чеснок, перец и соль по вкусу. И совет от повара – отварите овощи заранее в течение двух минут. Так дело пойдет быстрее. Готовым брокколи и фасоли добавляем гречку и немного держим на огне. Все! Это замечательное блюдо. Подойдет всем. И тем, кто сидит на диете, тем, кто сидит на посту и просто тем, кому уже надоела обычная гречка. А следующим нашим героям, маме и дочке, даже гречка по-купечески уже надоела. Пофантазировали. В итоге готовят гречневую запеканку. Неожиданно, правда? Мы берем 250 грамм гречки и ее отвариваем. Закидываем в кипящую подсоленную воду на 20 минут. Пока варится основной ингредиент, готовим остальные. Куриную грудку режем, ставим варить на полчаса. Давай, пока я буду тереть сыр, ты займешься взбиванием яиц. Это твое, а это мое. Во взбитые яйца добавляем треть от общего объема сметаны. Мелко режем лук. Чтобы не текли слезы во время резки лука, нож достаточно смочить холодной водой. Обжариваем лук. Режем готовую курицу небольшими кусочками. Добавляем мясо к обжаренному до золотого цвета луку. Готовим их вместе в сковороде с половиной оставшейся сметаны. А теперь самое интересное. Все готовые ингредиенты слоями выкладываем на большой противень, смазанный маслом. Между слоями заливаем яйца, смешанные со сметаной. Тема реальная. Вообще. Сверху смазываем сметаной и посыпаем тертым сыром. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. 40 минут терпим невероятный аромат. И запеканка готова. Ммм, это очень вкусно. Пробуй. Экспериментировали с царицей круп. Анна Троян, Сергей Гвозьев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Оставайтесь дома и будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!